День местного самоуправления В России, на каком уровне местное самоуправление находится в Крыму, на ваш взгляд? Ну, давайте немножко так, если говорить о статистике, то вообще в Крыму 279 муниципальных образований. Из них 277 входит в Совет муниципальных образований Крыма, который создан на территории Республики Крым, почетным представителем которого является Владимир Андреевич Константинов. Это если говорить по вертикали, потому что я вообще сторонник вертикали власти. Это все понятно, тогда все видно. Если есть вертикаль, тогда вырисовывается картина, вырисовывается модель управления вплоть до сельского поселения. То есть в этом случае понятно, кто за что ответственный. Да, то чего, наверное, сегодня немножко не хватает органов местного самоуправления, потому что общаясь с разными регионами, как главами муниципальных образований, так и главами администрации, где есть вот эта история, скажем так, история крымская управления двоевластием, системы, законодательная база такой. И, конечно, оно кое-где некоторых регионов дает о себе значок. Если говорить непосредственно об этой теме, вот Горсовет всегда тянул одеяло на себя, администрация всегда тянула на себя. То есть вместо того, чтобы объединяться, эти два института, они в какой-то мере соревновались. Вот сейчас тоже есть такого рода соревнования? Ну, везде человеческий фактор присутствует, наверное. Я точно сторонник, и всем этого желаю, того, что если будет каждый день на себя одеяло, точно будут люди страдать. А люди не должны страдать. Люди доверили руководить городом, выбрали, поделились с главой администрации в том или ином регионе. Либо, если это сельское поселение, то это и глава поселения, и глава администрации, это в одном лице, да, то есть человек на территории. Поэтому в сельских поселениях проще немножко сегодня, так оно осталось, как, скажем так, по нашей прошлой той системе, да. Но все равно самое главное, всегда говорю, чтобы не было хуже, чтобы не создали люди. Вот на примере Евпатории, да, в принципе, вполне понятная система управления, такой же Горсовет, администрация. Вот вам удалось разграничить свои обязанности, чтобы каждый не лез, так сказать, в чужой огород, или же, наоборот, объединиться во благо решения всех людей? Ну, точно настроены и делаем это для объединения, это первое, да. Второе, все написано в законодательстве. Есть высшая должностная лицо на территории, это глава муниципального образования, у нас и директора, ипотритского городского совета, если говорить на территории Евпатории, да, по каждому региону. Далее идет глава администрации по своей линии, как исполнительная власть, да, как мы называем. Ну, и структура главы муниципального образования, это вертикальная власть и депутатский корпус, ну, и те штатные единицы, которые есть в каждом муниципальном образовании. Тут все понятно, что тут еще, я говорю всегда, спрашиваю людей, ну, что вам, в законе все прописано. Плюс еще есть на территориях уставы, которые тоже совместно пишутся всегда, да, как советами, так и администрациями, в которые прописываются, садятся, комиссионно обсуждаются. Тем более у нас такие практики Российской Федерации, да, региона, ну, пожалуйста, бери только работой. Ну, может, именно благодаря этому непосредственно объединению во благо работы всех людей и в Патторе сейчас входит в тройку лучших городов полуострова. Какие планы на будущее? Я так полагаю, что на третьем месте город явно не становится. Ну, амбиции – это дело хорошее, да, мы не претендуем на звание там, да, мы занимаемся тем, чем мы должны заниматься. Первое – это детский и семейный курортный, да, отдых, о котором мы не говорим, о котором мы всегда, как бы, да, позиционируемся, мы стараемся к этому все подвести. Второе – создание рабочих мест, то, что мы должны обязательно делать, для того, чтобы уйти от курортного, курортной специфики нашего, да, курортного города. Потому что, понятное дело, что три месяца в лучшем случае заработка, и потом девять месяцев люди должны быть заняты. Поэтому, вот, наверное, вот такие основные тезисы, которые сегодня в Патторе присутствуют. Ну, действительно, не нужно забывать о том, что этот город, он по-особому специфичен. Я сейчас говорю непосредственно даже не только курортную составляющую, таких городов и поселков на территории полуострова много, но и то, что Евпатория непосредственно предназначена для детского отдыха и непосредственно оздоровления, ведь многие туда едут непосредственно для того, чтобы поправить здоровье. Вот как сейчас проходит подготовка к курортному сезону, к оздоровительному сезону? Ну, буквально завтра открывается конференция. Это вторая конференция будет, и соберутся, кстати, лучшие медики, курортуры для того, чтобы сегодня еще раз подчеркнуть важность вот именно лечения, важность оздоровления на территории. И мы все время стараемся об этом говорить и говорим, что это будет точное продление курортного сезона. Мы говорим о том, что сегодня, наверное, нужно задуматься о том, что в летний период времени у нас немножко идет субсидирование билетов на перелеты. Нам нужно, наверное, уже пересматривать о том, чтобы в межсезонье, наверное, давать субсидирование, для того, чтобы можно было поддержать курортные города, районы, ну, неважно, да. Я сегодня могу говорить не только о Евпаторе, да, в целом, потому что я очень люблю Крым. И когда спрашивают меня, где в Крыму отдохнуть, там, да, например, я говорю, слушайте, что вы любите? Вот точно, насколько он, насколько... У нас все есть, да? Да, все есть. То есть на любой отдых, на любой там вид спорта, которым увлекается человек и так далее, то есть каждый регион по-своему уникален. И поэтому всегда, и всем говорю, нужно рассказать не только о своем, да, там, где ты родился, там, ты любишь свой родной город, слава богу, и работаешь в нем, да, и можешь там создавать те вещи, которые ты видишь для правильного развития. Но еще и во всем Крыму говорить, потому что это общая история, и это общий такой огромный такой пласт, ну, ей даже, знаете, как это эмоции переполняют тебя, когда ты рассказываешь о Крыме. Я всегда говорю, вот я лечу в самолете, вокруг меня все полетят, например, там, в Евпаторию, потому что я говорю, ну, если заинтересован, там, расскажешь, так вкусно нужно рассказать это, чтобы все полетели там в Евпаторию. Ялта — это бренд Ялта, да, Алушта там у них свои уникальные, Черноморский район вообще шикарнейшие места, да, и вот там, где вот экстрим Крым проходит, мероприятие тоже, ну, это каждое место по-своему уникальное, и вот нужно всегда об этом говорить, рассказывать в общей позиции Крыма, а не каждому городу, каждому району на себя оттягивать какую-то там большую площадку. Ну, наш полуостров уникален весь, Олесь. Ну, а если рассматривать вот курортную составляющую всего Крыма, непосредственно на примере Евпатории. Вот последний год, к примеру, я был на набережной, там уже не было большого количества там торговых палаток, уже не было девочек, которые плетут косички, уже не было там прохожих бабушек с пирожками. В этом есть как плюс, я сейчас говорю там о налоговой составляющей, о доходной части бюджета городского, но есть и минус, да, вот ушел какой-то колорит с набережной. Вот в дальнейшем какие шаги будут предприниматься непосредственно для того, чтобы эту курортную наполняющую все-таки, наверное, возродить и привлечь отдыхающих? Ну, все должно быть в меру, да, и не просто было ее очистить, это набережная, но вы бываете, вы знаете, и в прошлые годы были, видели. Конечно, сегодня она преобразилась, ничего не скажешь, да, если говорить сегодня. То есть, почему я говорю рабочие места? Для того, чтобы можно было вернуть людей, которые стояли. Там же стояли люди, медики, преподаватели, да, ну, так складывалось при Украине, что заработная плата не позволяла прокормить свою семью. И поэтому приходилось людям образованным, людям, получившим образование в свое время, да, торговать и стоять на рынке или там на летний период, да, где-нибудь там в парках и так далее. Конечно, вот хочется, чтобы действительно люди, которые имеют образование, вернулись на свои рабочие места по своей профессии, которую в свое какое-то время они выбрали. Это первое. Второе, колорит набережной. Оно, наверное, если бы, там, знаете, колорит, это духовой оркестр, может быть, да, это колорит там, то есть он все равно эмоции, да, то есть есть там в одной из ртонт в летний период времени, там, да, дэнс-клуб, дети там, там, как бы танцуют. То есть в перспективе будет достойная замена, более чем быстрее. Да, они как бы и сегодня уже есть, в вечернее время, они под себя же там подстраивают, мы там чем можем, помогаем. Там плюс, там, эко-патруль, тоже своя такая изюминка, да, когда на велорикшах, да, там ездят, просмотрят, там, мусор появляют, дети, это такая, такая, тоже одна из фишек Евпатории, когда молодые ребята, молодые девушки привлечены за заработную плату в уборку, там, да, своего родного, любимого города. Ну, честно говоря, приезжая вот в Евпаторию в межсезонье, я очень жалею, что вечера на Караимской проходит не круглый год. Вот все-таки действительно хотелось бы всегда наслаждаться. Я понимаю, может, где-то не рентабельно, может, не такое количество зрителей. Ну, предприниматели, а то не предприниматели, они просчитываются и понимают, выгодно, а мы это не выгодно. Это нужно такие, такое иметь, какую-то, да, там, финансовую поддержку для того, чтобы можно было в невыгодные периоды, наверное, межсезонье, да, стать и торговать там. Хотя кофейня, которая есть, да, там, ну, как бы она работает, все равно люди знают, и приходят. Мы пытались в этом году, рождественские тоже делают там вечера, не скажу, что там все там прошло гладко или все хорошо, но если этого не делать, люди не будут этого знать. Поэтому нужно просто людей приучать к тому, что это будет хорошо, правильно, красиво, и там будут действительно эти гуляния. И вы очень правильно заметили, что действительно каждый должен заниматься своим делом. Если ты учитель, ты преподаешь, если медик, то ты лечишь. Если предприниматель, то, соответственно, занимаешься предпринимательской деятельностью. Но вот хотелось бы вернуться к началу нашей беседы об управленцах, да. Вот управленцы на сегодня в Крыму все-таки, они руководствуются в большей степени какими-то личностными интересами, желанием там, чистолюбивыми, там, карьеры, да, как минимум, там, может быть, материальных благ. Или все-таки работают вот непосредственно для людей, для своих соотечественников? Ну, во-первых, я всегда сторонник того, что должна быть лестница, да. Вот нужно просто с низов, чтобы понимать того, кто работает у тебя в коллективе, нужно было быть на его месте, неважно там, да, в какой там истории. Нужно понимать историю, вот чем ближе мы к людям, тем больше мы понимаем, тем больше мы проникаемся их проблемами. А уж тем более, если ты живешь там в своем регионе, ты точно хочешь их решить. Есть такие вещи, которые, ну, как бы, я всегда говорю, я вас не буду обманывать, я не могу эту проблему решить. Ну, я постараюсь, как бы, она у меня будет, как это называется, в голове, и для того, чтобы сегодня мы сталкиваемся с колоссальными, там, да, там, такими техническими уже проблемами. Если изначально, там, два года мы законодательство, там, все то, что было сделано теперь на уровне Крыма, это, ну, все регионы России просто в шоке от того, что как можно было так быстро интегрироваться в эту историю. А сегодня, конечно, пошли уже точечные. Там, например, и в Фаторе, это все, и, пример, ведь это скорая помощь, которая там не учитывается, там, их там, льгота, их там, ну, и там, стаж, например, да, в Фаторе 70 человек, у каждого есть, там, да, член семьи и так далее. То есть есть, ну, это, наверное, просто один из примеров. Художественная школа тоже точно так же, там, если у них проблема, проблематика, не учитывается стаж, который будет там, да. Олеся, у нас вот остается буквально минутка, но очень хотелось бы задать вопрос напоследок, даже не вопрос, наверное, попросить вас поделиться рецептом, дать совет тем людям, которые хотят связать свою жизнь с управленческой сферой. Знаю, вы входите в двадцатку перспективных политиков Крыма. Вот как все-таки, какими качествами нужно обладать, какую работу над собой проводить для того, чтобы стать вот перспективным, перспективным и практичным, грамотным управленцем? Самое главное не искать выгоду, это первое. Нужно соответственно относиться к тому делу, которое ты хочешь посвятить. Плюс еще есть руководство, да, на уровне Крыма, которого я бы в своей жизни не позволила бы, наверное, расстроить. И я всегда переживаю за то, чтобы не допустить каких-то расстройств, да, потому что, ну, если бы каждый на своей территории будет расстраивать, то, наверное, не будет складываться от той большой картины. Я всегда человек вертикали власти, я считаю, что это правильно, так должно быть. Должна быть вертикаль, и будет этим все понятно. Наверное, вот эти основные, да, ну и как это, через сердце пропускать, тогда будет все хорошо. Простые, но в то же время истинные. В принципе, Олеся, благодарю вас за беседу, желаю вам успехов в работе. У нас на этом все, но мы не прощаемся, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова